I keep on falling in Всем привет! Космонавтика в 2018 году обещает много интересного. Большие и маленькие ракеты, новые корабли и межпланетные миссии, посещение астероидов и планеты Марс. Благодаря стремительному развитию данной научно-технической отрасли исследования космоса, мы в ближайшем будущем сможем заглянуть немного дальше уже известных горизонтов познания. В этом направлении и найти ответы на многие вопросы, связанные с астрономией. Так давайте же поскорее узнаем, какие интересные аппараты будут скоро бороздить космическое пространство. Вперед! 5 место. Запуск космического корабля Dragon 2. Пилотируемый космический корабль для полетов астронавтов на низкую околоземную орбиту НАСА заказывала компанией SpaceX еще в 2014 году. Стоимость программы Commercial Crew Development оценивается в 2,6 миллиарда долларов. Корабль должен обладать способностью доставлять на МКС до 7 членов экипажа. Полет корабля будет проходить в автоматическом режиме, хотя предусмотрена возможность и ручного управления. Судя по всему, SpaceX по собственной инициативе создает не просто корабль для обслуживания околоземной станции, а закладывает возможность межпланетного полета, так как длительность автономного лавирования в нем может превышать 7 дней. 4 место. Космические спутники от OneWeb. Новый спутниковый оператор, который появился в 2014 году, планирует запуск низкоорбитальной спутниковой группировки для глобального интернет-вещания. В начале проекта количество спутников предполагалось около 650 штук. Сейчас планируется более 2000. Для производства такого количества спутников компании пришлось изменить все подходы к конструированию космической техники, которые выработали производители на сегодняшний день. Практически впервые спутники потребовалось изготавливать в конвейерном режиме. В этом году предполагается совершить несколько пусков ракет, чтобы вывести первую часть группировки для проведения тестов бортовых систем данных аппаратов. 3 место. Сближение нескольких зондов с астероидами. В 2018 году планируется как минимум три программы, которые направлены на изучение астероидов различного типа. Некоторые из зондов будут собирать информацию о данных космических объектах с помощью забора грунта и проведения других измерительных и аналитических операций, после чего результаты образцы будут отправлены на Землю для обработки. Космический аппарат «Хаябуса-2» сблизится с астероидом «Рюба». «Осирис-Рекс» будет исследовать астероид «Бену», а летательный автоматический механизм «Новый горизонт» состыкуется с астероидом «МЮ-69». Последний не только будет его изучать, но еще и прокатится на нем вблизи планеты Плутон и отправит на Землю новые его снимки. 2 место. Запуск зонда Parker Solar Probe к Солнцу. Очень близко к небесному светилу может подобраться аппарат НАСА. Солнечный зонд должен выйти на орбиту вокруг Солнца на экстремально близком расстоянии от звезды, около 6,5 миллионов километров, то есть почти в 10 раз ближе Меркурия, над поверхностью солнечной фотосферы. Аппарат погрузится в солнечную корону, чтобы изучить ее изнутри и установить процессы, которые становятся причиной выбросов солнечной радиации и солнечного ветра. От интенсивного облучения зонд будет прикрывать карбоновый композитный щит. Старт проекта ожидается этим летом, а приближение к Солнцу в конце 2024 года. Данное событие прольет свет на многие процессы, которые происходят на этой звезде. 1 место. Запуск ракеты Falcon Heavy. Пожалуй, самое крупное ожидаемое событие, которому будет привлечено внимание всего мира, это предстоящие летние испытания сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это ракета, которая вдвое мощнее самого грузоподъемного аппарата современности Delta 4 Heavy должна запустить на межпланетную траекторию имитатор груза, на роль которого выбран личный электромобиль Tesla Roadster, основателя SpaceX Илона Маска. Данный агрегат в 4 раза дешевле своих аналогов, что позволяет в ближайшем будущем выпустить несколько таких ракет для перемещения объектов на небольшие космические расстояния. Falcon Heavy уже стоит на стартовом столе и после проведения нескольких проверочных тестирований будет готова к запуску. Спасибо за внимание. Буду признателен за активное обсуждение данной темы в комментариях. Ставим лайк, если вам понравился видеоролик. Подписываемся и ждем еще более интересные топы. С вами был канал Только Факты Топ 5. У нас всегда свежие, горячие и интересные топы именно для вас. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok